Один из старейших священников Калужской епархии, духовник Свято-Пафнутиево-Буровского монастыря, отметил 80-летие. Поздравить с Хиархимандритта Власия приехали как представители духовенства, так и светской власти. Много лет астарцу пожелала и наша съемочная группа. Этот день для многих прихожан и гостей Свято-Пафнутиево-Буровского монастыря начался задолго до рассвета. Духовник обители, с Хиархимандрит Власий Перегонцев, принимал поздравления с 80-летием. У каждого человека все-таки день рождения – это праздник определенный. Как бы там ни было, и хоть отцы и святые нам говорят, что мы должны родать в этот день, потому что мы в этот грешный мир пришли, но если бы не было Рождества Христова, не было бы и спасения нашего. Если бы не было Рождества Божьей Матери, не было бы и Рождества Христова, соответственно. Но сегодня этот день особенно такой праздничный, потому что мы отмечаем 80-летие, то есть юбилей уже такой серьезный от совласия. Одним из первых приехал поздравить юбиляра губернатор Анатолий Артамонов. Отец Власий в это время исповедовал в главном соборе монастыря, освященном в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Теплые слова имениннику и пастырские наставления и благословения в ответ. «Молодец! Вы поняли меня? Да. Вы поняли меня? Да». Своеобразный подарок от прихожанок – духовное песнопение. По меньшей мере пару часов до начала праздничной божественной литургии они звучали в храме для юбиляра. «И Господу Троице слава! Сегодня всегда его нет!» Подарки приходили и из-за рубежа. Отец Власий первым из россиян стал обладателем ордена князя Лихтенштейнского Иоанна II. Православные христиане Австрии и других стран Западной Европы обратились с просьбой удостоить этой награды с хиархимандрита за большие пастырские труды. Еще в XIX веке, в 1874 году, князь Лихтенштейнский Иоганн II создал союз ветеранов в Австрии для оказания помощи ветеранам и членам их семей. А потом эта помощь распространилась на других страждущих. А вот непосредственно наградная грамота. Здесь написано вверху, что после внимательного изучения нашего обращения руководство Союза ветеранов приняло решение на основе голосования наградить с хиархимандрита Власия Перегонцева почетным крестом в золоте князя Иоганна II Лихтенштейнского. К поздравлениям обычно присоединяют пожелания. Что желают духовному человеку, прошедшему столь длинный жизненный путь? Многое лето, крепости сил духовных, сил телесных, духовных сил. Это как знак того, что человек духовно окреп, помощь от Бога. Марина Богомолова, Леон Ким, телекомпания НИКТВ, Боровский район. В защиту семейных ценностей в храме великомученика Георгия осветили икону Святой Ефросиньи Московской. Калужский иконописец Евгений Чистоусов создал ее специально для проекта «Святые семьи», который знакомит прихожан с примерами, когда к лику святых причислили нескольких представителей одной семьи. Так, в храме уже есть образа равнопостольной Ольги и ее внука, князя Владимира икона Дмитрия Донского, а теперь и его жены, Святой Ефросиньи. Икона написана в прошлом году на пожертвование прихожан. Все это время она хранилась в часовне на вокзале Калуга-1. Святые Ефросиньи Московской и Дмитрий Донской – пример благочестивой супружеской жизни. Дмитрий защищал отечество и семью от врагов. Его супруга молилась о победе и возвращении мужа живым, а также воспитывала его восьмерых детей. В будущем храм пополнится образами Кирилла и Марии Радонежских, а также Ярослава Мудрого и его жены Анны Новгородской. Им можно молиться, обоим, тем людям, у которых еще нет семьи, которые ищут супруга или супругу. Вот мы приглашаем всех стать прихожанами нашего храма, прийти к этим иконам и помолиться этим святым о даровании супругов. Этим святым можно также молиться о даровании детей в браке. В канун Дня всех влюбленных, праздника, который православная церковь не одобряет, участники проекта решили дать свой ответ Дню Святого Валентина. Подготовленные листовки с признаниями в любви от лица детей, родители которых хотят решиться на аборт. Православие – это грех, который приравнивается к убийству. Мы на Валентинках написали, что любовь – это ответственность, призыв к тому, чтобы люди сохраняли детей. И телефон доверия, если вдруг женщины звонят на телефон доверия, женщина узнает, что у нее беременность не запланированная, чтобы было хотя бы куда пойти позвонить. Жители Масальска отметили открытие Олимпийских игр на свежем воздухе. Местная администрация сделала горожанам сразу два подарка. На центральной площади установили плазменный экран, на котором ведется трансляция соревнований, а также залили небольшой каток. Олимпийские настроения проникло из Ирины Жавлева. Это было в хорошем смысле слова авантюрой, первой попыткой подобного столь массового и красочного действия, которым стала трансляция церемонии открытия Олимпийских игр в центре Масальска. Очень хочется объявить людей в поддержку здорового образа жизни, в поддержку Олимпийского движения, да и в поддержку всей нашей России, в поддержку наших спортсменов и сделать праздник нашему населению, чтобы была возможность приобщиться ко всей большой стране. Огромный плазменный экран, мини-представления, каток, залитый напротив администрации, бесплатный чай в центре Масальска поздним вечером, много детворы, движения, музыки. Несмотря на массовость, все проходит интеллигентно, только трезвые, улыбающиеся лица. Мы захотели, чтобы наши дети были вместе с родителями сегодня на этой площади, рядом, почувствовали это замечательное событие, так же, как и на том стадионе, где сегодня зажгут огонь. Приобщиться к этому делу, пожелать нашим спортсменам, которые представляют Россию, победы, поддержать их нашим желанием, им победы, и чтобы наши дети с этого возраста маленького понимали, что это очень важно, спорт, развитие спорта на территории нашей, чтобы они любили коньки, чтобы они любили лыжи, чтобы они были здоровыми, сильными и были патриотами нашей Родины. Свой олимпийский огонь в момент церемонии открытия игр зажигает и Масальск. Каток напротив городской администрации, по которому передают друг другу факел, появился спонтанно. В районе две ледяных площадки. Есть и крупная с бортами, это более камерная, в большей степени для малышей. Я болею за наших, и я хочу, чтобы они выиграли. Я тоже за наших болею, мне нравится их наша команда, и я думаю, что они выиграют обязательно. Каток, как вам? Ну, хороший, только чуть-чуть неравная поверхность, но это не бывает. Я думаю, что не только в нашем городе, но и в других городах также люди собрались, чтобы встретить открытие Олимпиады. Нам всем очень все нравится, успехов в нашей команде. Мы обязательно победим. Россия будет первой, все золотые медали останутся у нас. Нереальное событие вообще для Масальска и такой большой экран. Мы очень рады, что попали. Надеюсь, что когда мой ребенок вырастет, он все-таки поучаствует в какой-нибудь Олимпиаде. Все отлично. Открыть Олимпиады, переживаем за все. За Россию. По словам администрации, если плитка выдержит испытания, то третий каток в районе будут заливать каждую зиму. А пока в Масальске на весь период Олимпиады с 7 по 23 в режиме онлайн будут транслировать все главные события спорта. Ирина Журавлева, Михаил Кузьмичев, телекомпания НИКО-ТВ, Масальск. А далее новости о спорте. Их представит Александр Сорокин. Александр, ты наверняка следишь за развитием событий на Сочинской Олимпиаде. Расскажи, как дела у нашей сборной? Добрый вечер, Мария. Конечно же, слежу. Вот с трудом оторвался от биатлона. К сожалению, наши спортсмены остались за пределами тройки призеров. Но будем надеяться в лучшее. Кстати, в общекомандном зачете мы также находимся за пределами пятерки сильнейших, занимая шестое место. Но опять-таки будем верить в лучшее. О других новостях спорта уже через пару секунд. Прямо сейчас об успехах нашей сборной на 22-х зимних Олимпийских играх в Сочи. Золотым олимпийским успехом наша страна обязана фигуристам, которые в командных соревнованиях поднялись на первую ступень пьедестала почета, опередив сборные Канады и США. Особенно хотелось бы выделить выступление Евгения Плющенко, который принес копилку России 10 очков, выиграв произвольную программу в мужском катании. И, конечно, невозможно не отметить выступление 15-летней Юлии Лепницкой, которая произвела фурор. Серебро в копилку нашей страны принес самый старший член сборной команды России 42-летний Альберт Демченко. Для него это уже седьмые Олимпийские игры, в которых он принимает участие. В этот раз он уступил свое золото чемпиону Ванкувера Феликсу Лоху из Германии. Еще одним серебром коллекцию наград нашей страны пополнила Ольга Вилухина, которая достойно выступила в биатлоне в спринте на дистанции 7,5 километров. Бронзу в шорт-треке нашей стране принес сегодня Виктор Анн на дистанции 1500 метров. К слову, спортсмен мог бы стать обладателем серебряной медали. Но от заветной награды его отделили всего несколько тысячных. Как итог, серебро достается спортсмену из Китая. Золото у канадцев. И, конечно же, нельзя упустить из виду бронзовое достижение конькобешки Ольги Граф, которая пробилась на пьедестал почета, несмотря на внушительную конкуренцию в лице олимпийских призеров и даже чемпионов. На дистанции 3000 метров ей удалось подняться на третью ступень пьедестала почета. На данный момент в Сочи находится министр спорта Калужской области Алексей Логинов, который поделился своими впечатлениями от пребывания в столице 22-х зимних олимпийских игр. А заодно прокомментировал, почему наша конькобешка-калужанка Анна Чернова не приняла участие в забеге на 3000 метров. Атмосфера очень позитивная, феноменальная даже, я так сказал. Все в Сочи как единый организм, сплошной позитив, все люди в положительных эмоциях. Кто на соревнованиях, кто в соревнованиях. Все только об олимпиаде. Ну, относительно открытия, то я его и вживую, как говорится, смотрел, и потом еще посмотрел повтор по телевидению. Конечно, большая очень разница. По телевидению, когда смотришь репортаж, есть некоторые вещи, которые не видишь, когда находишься там, внутри стадиона. Но вот ту обстановку, которая была на стадионе Фиш во время открытия ее, передать через телевидение было невозможно. Вот только то, что когда выходили команды государств островных, если вы обратили внимание, несколько команд было в шортах, южные вот эти команды по несколько человек. Как их встречал зал? Это надо было видеть. Это примерно вот по эмоциям сопоставимо, наверное, с российской командой. Когда вышла наша команда на стадион, все встали и приветствовали команду. Также вот на этом же уровне встречали островные команды. Хорошо, Алексей Юрьевич, расскажите, вчера был забег в конькобежном спорте на 3000 метров среди женщин. Вы не знаете, по какой причине Анна Чернова не выступала? Да, это уже, в принципе, было известно давно, что побежит Шихова. Она изначально и должна была бежать, поскольку она специализируется на 1,5 и 3 метра. Но тренерский штаб поменял ее по каким-то причинам на нашу Анну. Она же была четвертая на чемпионате России. Ну, решили изначально, что Анна побежит. Потом штаб, исходя из каких-то тренеров, исходя из каких-то своих тренерских задумок, все-таки решил выпустить Шихову. И, в принципе, ничего страшного в этом нету, потому что для Ани более приемлемая дистанция – это 5 километров. Ну, что ж, это все новости спорта на данный момент. Спасибо, Александр. О профилактике и современных методах лечения рака будут говорить сегодня в программе «Главное». В студии приглашены врачи областного онкологического диспансера и специалисты Обнинского радиологического научного центра. Присоединиться к беседе, которая начнется в 20 часов, можно по телефону 557799. И на этом наш выпуск завершен. Увидимся в 21.30. Редактор субтитров А.Семкин